За последнее время у меня выработался своеобразный рефлекс. Звонок в телефон или в дверь, сердце убегает в пятку. Кажется, что пришли за мной. А когда слышу, как открывают дверь другой камеры, отпускают. Ощущение, будто беда пронеслась мне на меня. Сегодня грустный день. Плакать хочется, но не получается. Урмот много шутит. Тахир — серьезный и замкнутый человек. Расул умеет свистеть практикцами. Самое главное, когда у тебя интерес человеческий возникает к этому, тогда и с профессиональным все в порядке будет. Понятно, почему. Потому что очень страшная ситуация. Два тоталитарных государства взяли в клещи человека и плевать хотели на какие-то права, там жизнь его, в конце концов. Картина страшная. И вызывает возмущение. И желание как-то что-то сказать по этому поводу. Сегодня ровно месяц, как я нахожусь в спецприемнике. Видимо, не у всех ребят есть родственники в Москве. Потому что к некоторым после попадания в спецприемник никто не приходит. Не приносит передачи. Временами, когда читаю книги или играю в домино, я забываюсь. Когда прекращаю, то чувствую себя как во сне. Словно все это происходит не со мной и не здесь. В корреку все это закончилось. Мне хочется каждый раз задать адвоката один и тот же вопрос. Меня ведь не отправят в Узбекистан, а когда меня освободят? Такое ощущение, что еще чуть-чуть и я саду с ума. Читают не актеры, это журналисты, это коллеги солидарные с этим. Это такая человеческая профессиональная солидарность. Что для меня вот очень ценно и гораздо лучше, чем если бы это актеры читали. Они внутренне в этом участвуют больше, эти люди, которые журналисты. Все в камере сидят грустные. В Урмад не смогут друзей дозвониться. А у Тахира младшего сына задержали в Таджикистане. Расул боится, что ему визу в Америку не дадут. И он вынужден будет остаться в Узбекистане. А я боюсь, что меня смогут отправить в Узбекистан. Я сейчас стал предметом торга. Сегодня еще во время прогулки мигранты из Узбекистана рассказали про пытки в своих стране. Когда думаю об этом, то обливаюсь холодным потом и мир перед глазами тускнеет. Хочется, чтобы сердце перестало биться. Кажется, так будет лучше для всех. Еще я сегодня по телефону разговаривал с мамой. Она злится на мой грустный голос. А у меня не получается в неволе радость жизни и плясать. Журналисты, он очень уязвимая профессия. Его можно схватить, арестовать, найти за что. Если, конечно, ты не про садоводство пишешь. Вот это мне важно. Подлинность интонации совершенно не актерской. Потому что здесь актерский было бы даже оскорбительным по отношению к реальному человеку. Когда представляю человеческое страдание, мое тело сразу парализует. Я лежу, свернувшись в кокон. Ничего делать не могу, когда я чувствую боль. Здесь я стал еще чувствительнее к человеческим страданиям. Я окончательно убедился, что я не такой сильный, как считают многие. Мне кажется, когда человек нуждается в помощи, то ему должно быть стыдно обращаться к людям, чтобы спастись. Помогите мне выжить, пожалуйста. Продолжение следует...